В этом году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов приступило к разработке госпрограммы геологической разведки на 2021-2025 годы. Ожидается, что реализация госпрограммы позволит повысить изученность территорий к 2025 году с текущих 25 до 37% от доступной для изучения, оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых и выделить порядка 50 потенциально перспективных объектов полезных ископаемых. Продолжение темы в следующем сюжете. Нефтегазовый комплекс Казахстана играет большую роль в развитии страны, обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет и формирует около четверти ВВП. Объем добычи нефти и газового конденсата в республике с облетением независимости вырос более чем в 3,5 раза с 25 млн тонн до 95 млн тонн в год в 2019 году. Основная добыча углеводородов в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях – Тингис, Карачаганак и Кашаган. На сегодня Министерством экологии, геологии и природных ресурсов в республике Казахстан совместно с Министерством энергетики разрабатывается программа геологической разведки на 2021-2025 годы. Уникальные по запасам и условиям залегания месторождений нефти и газа Казахстана были открыты еще при Советском Союзе. Разные условия залегания, различные методы разведки и поисков этих месторождений позволили оценить прогнозные запасы при Хаспийской нефтегазоносной провинции. И, конечно, это известные на сегодня и в мире месторождения, как Тингиское, Эмбинские месторождения, месторождения Междуречи и Ураллога. Вместе с тем, возможности открытия новых месторождений. Доразведка имеющихся месторождений у Казахстана имеется. И поэтому государственная программа геологической разведки на 2021-2025 годы – это очень своевременная, долгожданная программа. Данная программа геологической разведки будет направлена на проведение региональных геолого-физических исследований, определение потенциальных перспектив нефтегазоносности, повышение степени изученности этих территорий, как базы для привлечения в дальнейшем частных инвестиций. Так как ключевым вопросом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. На сегодня геологами выделяется 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 миллиардов тонн нефти. Из них 5 освоены. Сегодня весь объем добычи нефти и газа производится на 5 осадочных бассейнах. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны. До сегодняшнего дня наша главная нефтегазоносная провинция все еще оставляется привлекательной для вложения средств на недропользование со стороны как отечественных, так и иностранных компаний. В этой связи для наращивания запасов углеводородного сырья все георазведочные работы должны быть нацелены на изучение глубоких горизонтов вот именно в этом Прикаспийском бассейне. Такие же направления работ намечаем и по остальным освоенным бассейнам. Такая тенденция является подтверждением необходимости активизации георазведки уже сегодня, так как между открытием и запуском нового месторождения проходит не менее 10-15 лет. Реализация госпрограммы позволит увеличить занятость населения при георазведочных работах на 60 тысяч человек. По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в конце 2019 года начата разработка Национального банка данных минеральных ресурсов, что в будущем позволит обеспечить доступ инвесторов к электронной базе геологической информации и будет способствовать переводу взаимоотношений госорганов и недропользователей в цифровой формат. Айм Гуль Харёльна, телеканал АТРАУ